Новости на телеканале ИКС в студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. Начинаем выпуск с трагических событий. Вчера пассажирский самолет АН-148 Саратовских авиалиний пропал с экранов радаров через две минуты после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки лайнера обнаружили позже в одном из районов Подмосковья в Раменск. На борту находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров, в том числе двое детей и подросток. По информации главы Министерства транспорта Максима Соколова, в результате крушения никто не выжил. Авиакатастрофа стала крупнейшей в мире по количеству погибших с 2016 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей и поручил правительству расследовать происшествия. Открыта горячая линия. Информацию можно получить по телефону 8 800 775 1717. Весь мир скорбит вместе с родными и близкими погибших. Так слова поддержки уже прозвучали от генерального секретаря ООН, главы Олимпийского комитета правительства США и руководства стран Европы. Минуты молчания в памяти погибших начали еженедельное совещание правительства Севастополя. От имени всех севастопольцев я в ржаве искренне соболезнования родным и близким погибших пассажиров, членов экипажа. Жители нашего города почтили память жертв авиакатастрофы. С вечера 11 февраля севастопольцы приходят на аллею городов-героев. Вся страна оскорбит о погибших в авиакатастрофе. В Оренбургской области объявлен траур. Во многих городах люди организуют памятные акции, а в храмах проходят траурные панихиды. Уже спустя несколько часов после того, как стало известно о трагедии, севастопольцы стали нести их к памятному знаку Москва. Цветы. Ночью здесь горели свечи. Среди гвоздик игрушки. На борту самолета было три ребенка. Самой маленькой пассажирке авиарейса было всего пять лет. Коллектив нашего телеканала соболезнует родным и близким погибших. Патриарх московский в Сеярусе Кирилл скорбит о жертвах авиакатастрофы АН-148. По информации пресс-службы патриарха, во всех храмах урской епархии 40 дней будут проходить панихиды об упокоении погибших в крушении. Наша русская православная церковь, значит, нас народом, потому что церковь-то есть, мы с вами род Божий. И поэтому, когда происходят какие-то трагедии в стране нашей, то, конечно, они не могут пройти мимо, скажем так, сердца нашей церкви. Мы сюда, конечно, возносим молитвы и будем возносить молитвы от этих вот людей, которые трагически погибли. Одна из неофициальных версий крушения самолета АН-148 в Подмосковье. Воздушное судно не обработали от обледенения. В пресс-службе аэропорта Симферополь нам рассказали, что нет причин для волнения. Обработка самолетов противообледенительной жидкостью производится в соответствии с ГОСТами и действующим законодательством России. Теперь о других событиях. Севастополь готовится к выборам президента. В правительстве города прошло очередное заседание межведомственной группы, на котором обсудили оснащение участков для голосования. Их в Севастополе 182. Большинство помещений к выборам уже готовы. Даже в отдаленных районах города. Там установили временные избирательные участки. Первый модуль появился в Широком. Еще два скоро организуют в Штормовом и Первомайском. 143 помещения оснастят видеокамерами для трансляции выборов. 51 участок уже оборудовали. К 1 марта, как это планировалось по соответствующему контракту, все помещения для голосования у нас с соответствующей техникой будут оснащены. При этом доложу, что мы получили те 90 комплексов обработки избирательных бюллетеней, о которых я говорил. Они будут установлены на 86 избирательных участках. Четыре комплекса будут находиться в резерве. На этой неделе будет проверяться их работоспособность с привлечением сил сервисных центров и нашими сотрудниками. 9 севастопольских семей уже начали получать пособия на первого ребенка. Всего в январе родились 163 малыша. 23 семьи обратились за назначением пособий. Каждый месяц родители будут получать сумму, равную прожиточному минимуму. В Севастополе сейчас это чуть больше 11 тысяч рублей. Пособия положены гражданам России, которые стали родителями первого ребенка в 2018 году. При этом размер доходов семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на одного члена семьи. За выплатой необходимо обратиться в течение полугода после рождения малыша. Если сделать это позже, то деньги за первое полугодие уже не заплатят. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем мамам, папам. Мы ни в коем случае не наставим, чтобы вы прямо на второй день после роддома к нам бежали, подавали заявление. Но не забывайте, пожалуйста, что мы ждем вас в районных управлениях. Средства заложены в бюджете. О других событиях с долгами футбольного клуба «Севастополь» рассчитаются с помощью субсидий из резервного фонда правительства «Севастополя». Напомним, задолженность акционерного общества составляет более 5 миллионов рублей. Это зарплаты, налоги и сборы. На внеочередном заседании правительства города принято постановление о выделении средств для погашения задолженности. Футбольную команду город взял под опеку. Напомним, в конце октября прошлого года была создана автономная некоммерческая организация «ФК «Севастополь». Это уже позволило погасить часть долгов по зарплате. При этом акционерное общество продолжит существование, пока не будут урегулированы все юридические вопросы. Акционерное общество у нас не будет ликвидироваться. Оно будет продолжать функционировать до момента, по крайней мере, завершения банкротства «ФИА-банка», кредитором которого является наш футбольный клуб. Вчера в Сочи наградили победителей всероссийского конкурса «Лидеры России». Среди 103 участников с лучшими результатами представитель нашего города Альберт Ракипов. Он учится в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. 300 финалистов получили образовательные гранты в размере 1 миллион рублей. С победителями будут работать наставники, представители государственных органов власти, топ-менеджеры крупнейших отечественных компаний и руководители общественных объединений. Отметим, организаторы приняли решение проводить конкурс ежегодно. Сегодня Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео испытания новой противоракетной системы. Пуск прошел на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Противоракета успешно поразила условную цель. Как отметил заместитель командующего объединением противовоздушной обороны полковник Андрей Приходько, по техническим характеристикам новый комплекс превосходит современные средства вооружения. Напомним, система противоракетной обороны защищает Москву от ударов с воздуха. В городе завершился третий этап соревнований по легкой атлетике. В нем приняли участие более 100 участников. Затем, как спортсмены преодолевали 9 километров бездорожья, в сюжете Катарины Вербицкой. Несмотря на непогоду, на старте атмосфера по-настоящему дружеская. Собрались спортсмены и любители здорового образа жизни. Для них каждый этап соревнований – возможность проверить себя. Говорят, чем сложнее трасса, тем интереснее финиш. Сегодня этап был равнинный, но самый скоростной и самый сложный для участников, потому что здесь была возможность задействовать все свои скрытые потенциалы. Я смотрю, как бежал я сам лично. И участники все терпели, все большие молодцы. Я реально горжусь всеми участниками. А их сегодня было более ста. Игорь Твердохлеб вновь финишировал первым. Занимается спортом уже 15 лет. Несмотря на дождь, за бегом и трассой остался доволен. В этот раз показал время 30 минут. Трасса очень хорошая, такая быстрая, но сильно грязно сегодня было. Вообще трасса очень хорошая. Одна из лучших трасс в Крыму. А вот Арман только начинает свою спортивную карьеру. Ему всего 8, но бежал на пределе возможностей. Хотел показать лучший результат в подгруппе. Преодолел 3 километра и финишировал пятым. Сложновато чуть-чуть. Сложно. Так получилось, что скользкая грязь, и я, в общем, упал. За три этапа соревнований спортсмены преодолели более 20 километров. К каждому присоединяется все больше участников. Впереди еще два забега. Следующий 25 февраля. Пройдет на одном из самых красивых пляжей города – Яшмовом. Где испытанием станут почти 900 ступеней до финиша. За спортивными событиями в городе наблюдали Катарина Вербицкая и Сергей Котляренко. Информационный канал Севастополя. И о погоде. Сегодня на Камчатке объявили штормовое предупреждение и повышенную лавинную опасность. В регион пришел сильный циклон со снегопадом и метелью. Пресс-служба краевого МЧС сообщила об усилении ветра в некоторых районах до 45 метров в секунду. Спасатели рекомендуют туристам, спортсменам и охотникам не посещать в ближайшие дни горные территории и склоны местных вулканов. А в Севастополе снега и метели в ближайшее время не будет. В городе от плюс 3 до плюс 9 градусов. Пасмурно. Возможен дождь. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Влажность воздуха 83%. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. И на этом пока все. Телефон редакции 54 51 12. Все новости на сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok